Тема нашего урока Сабит Муканова перед восходом солнца. Сегодня на уроке ты познакомишься с произведением Сабита Муканова перед восходом солнца. Ты вспомнишь, как использовать поисковое чтение при работе с текстом. Ты узнаешь, как подбирать фотографии к произведению. Предлагаю тебе познакомиться с автором произведения, с казахстанским писателем Сабитым Мукановым. Сабита Муканова называют одним из аксакалов казахской литературы. Родился он в Кустанайской области, в семье Батрака, поэтому о тяжелой жизни знал не понаслышке. Это знание послужило впоследствии основой многих произведений. Обрати внимание на значение некоторых слов, которые встретишь в тексте. Благодатный – полный благ, довольство, счастье, радующий. Багрянец – это густокрасный, пурпурный цвет. Свод – это криволинейное перекрытие, соединяющее стены, опоры какого-либо сооружения. Полыхать – светиться ярким и неровным светом. Радужный – имеющий цвета радуги, многоцветный. Отрывок из повести «Школа жизни». Перед восходом солнца. Сабит Мукана. У каждого ребенка есть свое собственное королевство, свой необитаемый остров. Я был полноправным гражданином замечательной страны Жаман-Шубар и ни о какой иной даже не хотел и слышать. Я много раз встречал восход солнца Жаман-Шубари и до сих пор не могу его забыть. Если небо с ночи пасмурно, то низкие, тяжелые, влажные облака, беспокойные и блуждающие всю ночь, проливаются на рассвете теплым благодатным дождем. И дождь этот не падает на землю отвесными звонкими струями, как это бывает осенью или летом. Нет, он нитями, паутинками, легким туманом, влажной пылью плывет в теплом воздухе. Перекидывается ветром то туда, то сюда, покрывает траву, листья и одежду. Подумай, как автор показал, что Жаман-Шубар – это замечательная страна. Проверь себя. Я был полноправным гражданином замечательной страны Жаман-Шубара и ни о какой иной не хотел даже и слышать. При работе с текстом ты будешь использовать поисковое чтение. Что такое поисковое чтение? Поисковое чтение – это чтение про себя, осуществляется в быстром или в очень быстром темпе, способствует поиску необходимой информации. Подумай, как автор рассказал о ночи перед дождем. Проверь себя. Если небо с ночи пасмурно, то низкие, тяжелые, влажные облака, беспокойно блуждающие всю ночь, проливаются на рассвете теплым, благодатным дождем. Вспомни, для чего нужна фотография к тексту. Проверь себя. Фотография значительно повышает внимание к тексту. Посмотри внимательно на слайд. Определи, какая фотография подходит к произведению Сабита Макануа под номером 1, 2 или 3. Проверь себя. К произведению Сабита Макануа подходит фотография под номером 2. И дождь этот не падает на землю отвесными звонкими струями, как это бывает осенью или летом. Нет, он нитями, паутинками, легким туманом, влажной пылью плывет в теплом воздухе. Перекидывается ветром то туда, то сюда, покрывает траву, листья и одежду. Наш урок подходит к концу. Сегодня ты познакомился с произведением Сабита Макануа перед восходом солнца. Ты вспомнил, как использовать поисковое чтение при работе с текстом. И узнал, как подбирать фотографии произведения. А теперь подошло время для выполнения заданий. Желаю тебе удачи!